В Беларуси заработал единый колл-центр для наркозависимых и их близких. Новая антикризисная линия начала работу на базе Минского центра социального обслуживания семьи и детей. Помощь оказывают круглосуточно по телефону и в интернете. По факту новый центр это единое справочное для тех, кто так или иначе столкнулся с проблемой наркомании. Владимир Королев изучил работу антикризисного сервиса. Помогут вас, здравствуйте. Какую помощь я могу вам оказать? Примерно так с этого дня будет начинаться смена у операторов нового колл-центра. Уникальный проект для нашей страны начал свою работу сегодня. Помощь наркоманам, а самое главное их близким, тех, у кого на глазах угасает человек. Звонят родители, допустим, спрашивают, что делать, если ребенок начал употреблять, подозревают. Где можно получить анонимную помощь? Прежде всего, такую помощь можно получить, мы дадим направление, куда можно обратиться анонимно. Где можно получить лечение анонимное, где можно пройти реабилитационную программу выздоровления. Весь спектр, все организации нашей республики, которые связаны с этой проблемой, сосредоточены на нашем сайте. Волонтер проекта Дмитрий Потарайкин не понаслышке знает, что такое 12-шаговая программа реабилитации наркоманов и алкоголиков. Чтобы помочь зависимому, а главное его семье, нужен совет от бывалого. Сами наркозависимые, как правило, редко сообращаются. Непосредственно, вот я вот, у меня там, вот, обычно подозревают мамы, папы, жены, там, звонят и говорят, вот, есть подозрения, что употребляют. Прежде всего, это их, им оказывается помощь. Доходит до того, что, а что делать, вот он у меня там чуть ли не с фантажом выпрашивает деньги, что, как мне поступить. Такого плана помощь мы тоже оказываем. Помощь наркоманам в нашей стране существовала и раньше. Центр реабилитации – одна структура, экстренная помощь – другая, советы психолога – третья. Где поменять шприц и как сделать тест на ВИЧ? Что делать, если результат положительный? Вся информация для наркозависимых теперь доступна на одном сайте или едином номере. Многие не обращаются в милицию, потому что боятся последствий. Именно поэтому при поддержке государства, общественных организаций и представительства ООН в Беларуси был создан этот проект. Мы исходили из того, что необходимо поменять сам подход к профилактике и предупреждению наркомании. К сожалению, те привычные методы, которые использовались, в том числе и МВД, в настоящее время они не работают. И прямым доказательством этого является высокая латентность наркомании как таковой. Исходя из этого, мы изменили и критерии оценки, и подход к вопросу предупреждения профилактики. Здесь работают психологи, которые оказывают психологическое консультирование в рамках кризисной ситуации. Министерство здравоохранения в этом оказывает методологическую поддержку. То есть данные специалисты проходят повышение квалификации по данному направлению. И в случае оказания им квалифицированной эффективной помощи, конечно же, мы каким-то образом будем влиять на ситуацию с наркопотреблением в стране. Получив квалифицированную помощь или информационную поддержку, можно круглосуточно по телефону или посетив сайт проекта. Волонтеры центра готовы ответить анонимно. Но специалисты кризисной линии прошли дополнительное обучение особенностям телефонного консультирования наркозависимым и их близким. Статистика Минздрава и МВД неутешительная. Более 10 тысяч человек в нашей стране состоят на учете как наркозависимые. Реальные цифры отличаются от официальных в 5-8 раз. Не секрет, что один наркоман создает проблемы семье и близким. А значит, что потенциальная аудитория кризисной линии – это тысячи человек. Владимир Королев, Андрей Гордобоев и Николай Лошкевич. Агентство теленовостей.